Посмотрим, кто у нас в следующий финал. Мы что, начинали? Конкурс «Рыцарь года» проводится уже на протяжении 24 лет. За это время в нем приняли участие более 4000 учеников. Свыше 100 из них стали победителями и призерами. На отборочном туре все чувствуют ответственность, но атмосфера самая благожелательная. Улыбаемся и Машу! Конечно, основное внимание жюри направлено на соискателя звания «Рыцарь года». Из 12 претендентов в финал выйдут только четверо. Тем не менее, показать себя должен не только главный герой, но и его команда. Члены жюри отмечают, что пройти отборочный тур – задача не из легких. Первоначально смотрят, конечно, на конкурсанта, что он умеет, какими талантами обладает, как чувствует себя на сцене. Потом уже смотрят на работу команды. У нас в районе действительно очень сильные и талантливые ребята. С каждым годом конкурс все интереснее и интереснее. Выступление все качественней. И не просто пройти в финал. По традиции финал конкурса «Рыцарь года» проводится как грандиозное февричное шоу. Но и здесь, на предварительном этапе, участники показывают серьезный подход к делу. Все используют декорации и костюмы, световые эффекты и тщательно подобранную музыку. Уже отборочный тур показал высокий уровень подготовки участников. В нынешнем году будет праздноваться 75-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. А потому именно военная тема занимает основное место в выступлениях коллективов школ. Со сцены звучат песни и стихи военных лет, письма и воспоминания фронтовиков. Десятиклассник Михаил Бондарев, представитель седьмой школы, один из тех, кто вышел в финал выступления ребят, рассказ о работе фронтовых агитбригад. Все-таки добился своего артиста, наш талантливый. Хоть таким образом, но попал на фронт. Молодец! Михаил учился в музыкальной школе игре на фортепиано, освоил еще и гитару и ударные инструменты. А потому его главной задачей было показать все свои умения. И довольно внушительная команда тоже не подвела. Над номером мы работали около месяца, и еще месяц занимало написание сценария. Состав участников состоит из 30 человек, и каждому отведена важная роль. Всего в этот день на сцене побывало 12 коллективов и порядка 400 молодых артистов. Еще один финалист, Федор Астафьев, учится в 10 классе развилковской школы. Как позже признался молодой человек, победа ему далась нелегко. Получилось не все, потому что школа не предоставила достаточное количество оборудования. Но, в принципе, получилось неплохо. Особного волнения не испытывали. Помимо Федора Астафьева и Михаила Бондарева, в финал вышли Роберт Шиваян, ученик 10 класса видновской школы номер 5, и Влад Пузырев, ученик 10 класса видновской гимназии. Финал состоится 28 февраля во дворце спорта «Видное». Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ.